Дорогие друзья, всех приветствую на своих каналах. Сегодня мы с вами поговорим о Боге. Очень много появилось царей, которые говорят, что они пришли от Бога. Но нужно понять, кто есть Бог, для того, чтобы понять, те ли это цари. Давайте начнем с текстов из символа веры. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это сказано в текстах Бытия. Итак, Бог является Творцом неба и земли. Это мы узнаем в текстах Ветхого Завета. Тексты Ездры, которые признаны были когда-то неканоническими, подтверждают, что Бог сотворил все Сам. Эти строчки подкрепляются словами Иисуса. В то время, продолжая речь, Иисус сказал «Славлю тебя, Отче!» и уточняет, что Он является Господом неба и земли. А дальше в следующей цитате сообщает, что Он находится на небесах, тем самым подтверждая, что Бог является Творцом неба и земли. И помимо этого, есть цитата, которая доказывает, что Он единственный. Единственный Творец и Создатель. Помимо этого, Иисус нам сообщает, что Господь Бог наш есть Господь Единый. И именно Ему нужно поклоняться. Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи. Обратите внимание на слово «одному». В нашем символе веры четко заявлено. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. Итак, мы знаем теперь, что Бог Творец сотворил небо и землю, и Он единственный. Есть в текстах и отрава, которая путает людей, что якобы Иисус сотворил этот мир. Это однозначно ложные сообщения, не подкрепленные словами Иисуса. И поэтому вот эти вот строчки Иоанна и эти строчки Павла мы не можем взять во внимание, поскольку у нас есть тексты бытия, которые даны прежде, и есть тексты Иисуса, которые подтверждают эту истину. То есть мы видим, что все пророки, в том числе Иисайя и Иисус Христос, подтверждают, что Господь Саваоф является Творцом неба и земли. Поэтому либо мы должны признать Павла и Иоанна лжепророками, либо исключить эти цитаты из текста, ибо это является лжесвидетельством. Дальше в символе веры говорится о том, что мы верим также в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, который от Отца рожден. Заметьте, Сын рожден от Отца в человеческой плоти, а не Отец рожден, ставший Сыном. Очень серьезная ошибка в понимании. Ибо Вседержитель есть Вседержитель. Он является Господом и Царем Небес. Он есть Владыка всякого создания, потому что сотворил каждое из них. Смотрим еще очень важный текст. О том, что Иисуса Христа явит Царь царствующих и Господь господствующих, Он же Господь Бог Вседержитель. И очень важная деталь. Единый, имеющий бессмертие, ибо Бог не может умереть. Иоанн и Павел подтверждают, что Отец является Господом Богом Вседержителем. Но есть и некоторые нюансы, на которые нужно обратить внимание. Я сейчас вам покажу. Эти строчки. Мы прекрасно понимаем, что понятия Альфа и Омега, начало и конец, это понятия, которые соотносятся у нас со Вседержителем. Но в Откровении Иоанна Богослова рядом с этими понятиями вдруг появляется слово «был мертв», что автоматически направляет нас к Иисусу, а многих наводит на ложную мысль, что якобы Иисус и есть тот самый Вседержитель. Но ведь Бог единый, имеющий бессмертие, а значит, это ложь, которая присутствует в текстах. Читаем Исаия. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель Его, Господь Савов. «Я первый, я последний, и кроме меня нет Бога». И Иисус подтверждает эти строчки, говоря о том, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. Итак, на основании этих строчек мы узнаем, что Господь Бог Вседержитель, это Бог Израилев, Отец Неба и Земли, живущий на небесах, Творец Неба и Земли и единственный Бог. Значит, символ веры нужно тщательнейшим образом пересмотреть, дабы не оказаться «православными», в кавычках, беззаконниками. Если новоявленный царь несет вам муть о том, что якобы Иисус – Бог, то трудно принять и то, что Он является царем. Значит, и все Его подданные и присягнувшие Ему тоже лжецы. Сказанное же Иисусом «Господу Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи». И этим Господом Богом является Господь Саваоф. Его чтите, святый, Он страх ваш и трепет ваш. Но что мы находим? Пророки нашего времени и священники нашего времени лжецы оскверняют святыню, попирают закон. Но более всего удивляют те, кто земские соборы проводят, патриархов назначают. Более других удивляет патриарх Зосима и его подданные, который за Бога преподносит людям Иисуса Христа, Сына Божьего, и ничего не говорит о Вседержителе. Есть списки присягнувших Ему людей, и среди них достаточно много архиереев. Так вот, можно ли считать этих людей истинными архиереями, если идет несоблюдение законов Божьих и не называется честным образом имя Божие? Хочу услышать ответ от Зосимы и его свиты. Давайте я вам напомню еще пару цитат. «Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Иисус отвечал, «Если я сам Себя славлю, то слава Моя ничто меня прославляет Отец Мой, о Котором Вы говорите, что Он Бог Ваш». Я думаю, этого достаточно для того, чтобы понять, кто эти люди. Эти люди лжецы. В моем понимании творится беззаконие. Значит, о беззаконии должны знать все. И всех архиереев, которые присутствуют в данных в списках, нужно лишить сана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...